Итак, после двух дней в водном походе вы почувствуете прилив сил и настроение будет отличным. Здравствуйте. Похож, что ли? Зачем я вас, мой род, не микаюсь дома? Зачем я полюбила вас? А раньше я ведь детства не знала, эх, ни слов, ни духа. Теперь же я страдаю каждый час, эх, ночей не сплю. А раньше я ведь детства не знала. Редактор субтитров А.Семкин Мало? Мне много масла. Кому сколько? Кажется, мне меньше всех. Давайте еще чашки. Ну как? Очень вкусно. После такого шикарного завтрака быстренько собираемся. И отправляемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня у нас не было остановки на перекус, так как мы очень быстро добрались до запланированного места для лагеря. Как супчик? Великолепно. Супчик удался? Отличный, вообще. Я пробовал, кстати, я пробовал варить, не получилось. А Юрке суп не досталось, мы дали банку тушенки, паштетик. Пока кофе не попью, ничего делать не буду. А шампанское с яичницей по утрам ешь? Нет, шампанское с яичницей я по утрам не ем. Не аристократ. Да, не аристократ. Итак, если вы собрались идти в поход большим коллективом, что вам нужно учитывать? Рассмотрим на нескольких конкретных ситуациях. Кать, ты готовить-то умеешь? Чуть-чуть. Да, вкусно режут колбасу. Да, в поход могут пойти люди, которые совершенно не умеют готовить, рубить дрова и разжигать костер. Нужно относиться к ним с пониманием. Держи вот этот подорожник, сейчас врежу, сразу приложи. Так как в походе могут оказаться типажи, которые нарываются, нужно иметь с собой обязательно аптечку. И уметь пользоваться, так сказать, подручными средствами в случае травм. Изучите книжки «Лекарственные растения». В походе может пригодиться, да. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Девчонки, сейчас Сережа инструктаж будет проводить. Внимание. Паль, дай подречь. Я понимаю, что вам нечем, но все же попробуйте понять. Паль, дай подречь. Имейте в виду, что девушки, которые ходят в поход, это совершенно не те девушки, которые с вами работают в офисе. Они могут за себя постоять. Поэтому свои мужские шуточки оставьте в мужской компании. Оставшуюся часть дня наслаждаемся природой, сидим у костра и, конечно, поем песни. Музыка. 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 это последний день на самом деле я еще хочу вернуться сюда может быть не в эту речку сегодня мы заканчиваем наш поход по реке к отрасли всем немного грустно особенно некоторым до места где нас будет ждать автобус совсем близко река очень спокойно и подходит для семейных сплавов с детьми мы начинали наш сплав с реки лахасти которая потом впадает в котросли прошли примерно 50 километров за четыре неполных дня берега реки красивые периодически попадаются населенные пункты и даже город гаврилов ян в общем для любителей спокойных сплавов без экстрима река к отрасли очень даже подходит все было прекрасно с погодой нам несказанно повезло но без капли дегтя все же не обошлось и пошли они все в автобус и были у них в руках пенки всю дорогу автобус сломался еле ехал останавливался под конец мы позвонили в организацию в которой заказывали автобус и они прислали нам другой к двум часам ночи мы добрались до дома выехали в 4 в каждом походе есть изюминка у нас точно изюминка очень даже нехороший почему я виновата все четыре дня пролетел как не хочется расставаться я говорил еще одно если кто сказал а и 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